Хотелось бы посмотреть, выпивая пиво, я пью пиво, так называется оно, и хотелось бы посмотреть в процессе лепки, выпивая пиво, какой будет результат именно, ну я думаю, болванку получится сделать. Итак, погнали. Так, вот есть у нас такой персонаж, не забыть, какая кнопка где, вот такой персонаж, и давайте его попробуем сделать. Все равно делать нефиг, пятница. Итак, shift, левая кнопка мыши, все это дело выравниваем, симметрию включаем, и вот такой персонаж. Значит, теперь будем его вытягивать, увеличим детализацию, интенсивность чуть-чуть на середину, и вот перо побольше, чтобы нам вот эту часть сделать как бы овальной. Вот таким образом, много тянуть не надо. Теперь переворачиваем вот в такое состояние, уменьшаем теперь кисть, и вот эту часть вводим как бы вниз. Теперь возьмем флаттен, и вот эту часть флаттеном чуть-чуть сравняем. Вот так вот. Ну что-то в таком духе получается. Так, вот хорошо бы было единица на нампаде, двойка на нампаде. Так, погнали дальше. Переворачиваем теперь вот в такое состояние. Нужно теперь наметить глаза. Глаза будем намечать драйвом, клэем. Смотрим, размер кисточки чуть-чуть больше, и интенсивность побольше. Так, и еще включим инверсию, или alt. Так, вот что-то в таком духе, и вот аккуратненько все это дело преобразовываем. Так, глаза намечены. Так, вот что-то в таком духе. Они у него поменьше, но ничего, сейчас что-нибудь сообразим. Теперь отключаем инверсию, уменьшаем размер кисти, интенсивность поменьше, и будем набрасывать вот эти дуги. Очень мне нравится вот эта кисточка драйв именно с включенным клэем. Все здесь можно делать прикольно. Так, как-то накидывать. Зашибись. Так, теперь клэй отключаем. Вот так накидываем побольше нос. Пока опять же не смотрим за формой. Нужно ее теперь вытянуть. Так, кисточку поменьше. И вытягиваем, чтобы поострее было. Чуть-чуть делаем вот этот бугорок. Так. Ну, в принципе, нормально. Шифтом немножко уменьшим. И попробуем просто прибавить массу. О, тут поднадуть. Потому что все равно нам придется флаттаном бока уменьшать. Так, смотрим на ноздри. Так, ноздри добавлять не будем. Мы их просто кризом прорежем. Вот так вот. Наметим пока. Опять же, как и в прошлых роликах, я объяснял. Это сначала должна пройти наметка. Смотрим, откуда уходит. Вы видите, что от носа уходит вот такая штукенция. Типа мышца такая. Вот мы ее сейчас пока накидаем. Так. У него голова как у совы, что ли. Так, вот эти теперь губы накидываем. Так, вот эту часть тоже можно клеем подкидать. И накидаем вот эту часть. Это будет у него губа. Сейчас вот многие опять же спросят, а почему ты лепишь скульптой с альфа-6? Я еще раз повторюсь, что лучше этой программы для болванок я не знаю. Так, теперь намечаем ухо. Просто нарабатываем массу. Почему массу? Потому что, когда мы опять же, повторюсь, будем сейчас вытягивать и посмотрим полигоны. Так, уши у него маленькие. И чуть-чуть мы их прижмем. Вот так вот. Вот таким вот образом. Ну, они должны быть видны. Если сейчас мы подберем вот эту часть. Так, кисточку побольше. И вот эту часть немножко вдавим. Так, теперь что у нас происходит с этой частью? Вот эта часть у него типа должна присутствовать. Челюсть. Так, это типа подбородок. Брови мы вытягиваем вперед. И получается, что нужно их поднять еще повыше. Нос повыше. Эту часть тоже повыше. Так, и с ушами. Давайте поэкспериментируем. Я его, в принципе, делаю первый раз. Так, вот такая штука. Здесь теперь мы с шифтом и левой кнопкой мыши все выравниваем, выглаживаем. Должна получиться вот такая вот заготовка. И теперь флаты нам вот эту штуку чуть-чуть пригладим. Интенсивность побольше от уха. Так, и вот здесь чуть его приласкаем. Так, теперь вот эту часть тоже немножко уберем. У него вы видите, что брови должны быть выше. И брови немножко выравниваем. Выравниваем. Так, смотрим. Вот с этой частью здесь должно получиться, наверное, что-то... Наверное, вот в таком духе здесь еще щеки должны как-то все равно выпирать. Он парень пухлый. Так, и вот эту часть чуть-чуть приподнять. Так, и эта часть у нас идет овальная. Вот здесь уменьшаем. Вот так как-то. Ну и вот эта губа, я думаю, что она должна как бы побольше быть. Ну и носная побольше. Так. Выбираем вот эту часть. Переносится. А эту удавливаем. Так. Есть такое дело. Теперь подкорректируем флаттеном нос. Так. Сделаем его поострее. Так. Кончик тут аккуратней. Чтобы сетка тут сильно не поломалась. Так. И вот здесь. Так. Насколько он там, да, вытянутый. Вот эту часть мы немножко выдавим. Вот так. А теперь вот эти вот ноздри. Вытянем. И немножко сделаем потонше нос. Так. 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 Глаза здесь я делать не буду. Единственное, что можно сделать, это... Так. Вот это флата нам еще пройти. Вот эту часть. Как бы кверху. Вот так. Во. Теперь получается, они должны вот эти части быть опущены вниз. Вот так. Чуть-чуть приподняты. Ну и в принципе все. Теперь флата нам нужна. Вот эту часть немножко. Так. Что она творит? Почему она рисует? Ctrl-Z, Ctrl-Z. Почему она начинает рисовать? О, вот теперь нормально. Так. Так. выглаживаем и вот эту часть тоже выгладим чтобы у нас оказались вот эти вот именно брови выше так еще наверное чуть-чуть вот так побольше выглаживаем выглаживаем подгоняем виски здесь виски у него таким бы не был но вот такой должен быть персонаж так что у него там нормально здесь у него тоже все мягко должно быть вот здесь уходим на щеки так как теперь так доза прибавлено так что у нас тут а тут у нас не хватает нижней губы значит нижнюю губу мы немножко сделаем она маленькая должна в принципе наверно быть у него вот такая подкидаем немного ноздрю куда там ноздря уходит кверху так вот это все уходит кверху вот этого не должно быть так значит ноздря как-то вот тут выходит вот здесь мы выглаживаем и получается что вот эта часть вот эта часть где-то вот так должна быть на это чуть-чуть заостренная по немножко вот это все дело мягко вот так вот сделаем и наметаем уши так уши сразу как будем делать сначала мы их клэем с инвертом углубим так вот придадим ему такую форму все то же самое делается и забрать вот принцип только вы работаете именно здесь раз два три четырьмя кистями точно так же вы будете работать возможно и теми же именно кисточками но они работают там чуть-чуть по-другому не суть вопроса ну все принципе то же самое так кисточку поменьше и накидываем здесь вот такую штуку так это уже клэем так вот смотрим что у него там уходит и мочку накидываем мочку и нужно здесь еще поставить через alt левая кнопка мыши углубить вот это вот вот эту часть повторюсь что скульптрис альфа 6 работает очень классно нежно но это нужно ее прочувствовать здесь кто у нас получается здесь так вытягиваем это ухо чуть-чуть выравниваем так и нужно теперь прорезать вот эту часть над ухо выходим на заднюю часть уха и вот эту штуку нужно поделить пополам то вот такая получается заготовка ну а теперь волшебная кисть флатом через shift выглаживаем еще немножко тут как-то придаем форму теперь вот эту часть тоже немножко утончаем так вот над глазами глаза у него будет впереди вот эту часть нужно немножко вот так как бы больше сгладить и уши 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 у него очень по моему далеко и высоко вот тут где-то вот так так ну вот эта часть тоже нехорошо сделано вот таким вот образом теперь ухо немножко так не так подаем как бы вперед а вот эту часть как бы уменьшаем и вот эту нижнюю часть подаем само ухо туда подальше так что еще можно сделать шифтом чуть-чуть поработать и добавить еще ту деталь которая исчезла этом мочка так ну пока не вставим глаза и не наметим рот так что мне тут здесь у него оси ровно гладко все и переход подбородок у него по-любому должен быть но он небольшой потому что гражданин такого мягкого характера что-то так вот и через shift просто преобразуем вот таким вот образом вот сразу появляется губа получается переход наметка вот это так вот здесь у него щека у такая щек накид можно делать хаотично вот так вот так уж и у него смотрим а вытаращивается вперед значит их нужно еще немножко приподнимать и вот эту часть мы и так не уберем здесь нам поможет именно резко кризом и побольше режем надрезы делайте именно не одной полосой а вот как бы две полосы чтобы у вас получалось потом вдавливание вот такой вот таким вот так вот теперь ухо поднялось нам теперь нужно флаттаном вот эту часть которая не соответствует мягкости голове вот этой ну смысле убрать вот этот вот бок ухо ухо теперь поднялось и ухо нужно опять преобразовать нормально сделать так это те через shift выглаживаем что-то получится у нас вот в таком духе так что у меня со скулой здесь у него именно где ухо идет срез вот этот вот так вот и по-моему он уходит как бы вот на эту часть на дальнюю это получается челюсть у него должна присутствовать значит здесь вот ровная вот эта часть а здесь уже переход ну в принципе что все вот такая голова грюк теперь мы идем в забраж добавляем нижнюю веку вот эту так еще чтобы забраж уже не мудиться флаттаном здесь вот немножко еще выгодим здесь флаттан это вообще бомба если бы он забраж такой же мягкий был и и как сказать не работаешь а играешься короче так и у здесь вот вот видите у него тут где брови это переносится вот здесь по моему чуть-чуть заполнены так так вот заполненная шифтом теперь вот эту часть убираем и смоем чтобы видите голова у него вытянутая вот так и срезанная вот так что еще может быть у него не так теперь нам нужен боковой ракурс мы его тут сейчас приметим это надо скачать на яндексе сейчас я поищу и сюда подкину и так получилось найти более-менее вот такого вот такой только как ракурс теперь мы под него подстроимся вот так вот ловим глаза выбираем большую кисть драйв еще больше так теперь уводим это дело вот сюда чуть-чуть приподнимаем немножко проконтролируем теперь ухо так вот сюда его назад вернем потом подкорректируем shift правая кнопка мыши так вот здесь вот так уменьшаем подгоняем так ухо в принципе поймалось сильно не будем корректировать будем просто так нос в принципе можно да немножко вытянуть подкорректировать теперь кисточку побольше так вот эти дуги вот сюда так нос опять же сюда кисточку поменьше здесь shift потом чем немножко корректируем ну в принципе персонаж нормальный да shift правая кнопка мыши подкорректируем теперь вот эту часть именно губы вот так и вот эта часть окажется у него должна быть ровная вот здесь челюсть вот так вот ну а здесь будет шея переход и так вот эти дуги вперед еще чуть-чуть приподнимаем и большой кисточкой вот так вот так здесь уже уменьшить чтобы уши не дотрагивать и вот так вот ну это слишком многовато это все-таки рисунок поэтому немного бреховат и вот эту часть немножко вот так вот таким вот образом здесь уже будет у него так вот шея вот так вот смотрим так как обычно скульптой с альфа 6 такое бывает и немножко добавляем массы шифтом выглаживаем и опять же пробиваем так теперь большую полосу берем вот так вот так вот ну и клеем немножко вот это все дело закваживаем вот так как то мы здесь поднаполним теперь объемчику тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын поднакидаем и опять же флаты huis здесь чуть-чуть подготовим место для шеи. Так, ну, грю. Немножко его, наверное, все-таки придется вот так вот вытянуть. Так, что тут еще получается? Так, это сюда. Так, эту часть чуть-чуть вытягиваем в бок. Так, поднимаем. Все-таки картинка бреховатая. И вот здесь вот чуть-чуть его вдавливаем. Поднимаем щеки. Глаза у него будут поменьше. Вот тут так вот. Так. Чуть-чуть уводим вдаль. И чуть-чуть наполняем объемом. Вот так вот. Ну, и середину всей этой композиции нужно докорректировать. Вот так вот. Губы вытягиваем. Нос подтягиваем. Вот так вот. Так. С губами тут тоже перебор. Надрезку делаем. Вот так вот. Шлифтом. И вытягиваем его вот так вот. Как-то так вот. Вот так вот. Вот так вот. Так вот. Так вот. Так, и вот получилась вот такая голова грю. Теперь нужно идти в зебраш и вставлять ему веки, глаза. Заготовка уже готова. Где-то может подтянуть, подправить. Ну, в принципе, чуть-чуть тут корректировки только требует уха. Ее можно и сразу тут подправить. Так, кисточку поменьше. И надрез чуть-чуть поставить так раз и вот так вот. Все. Идем в зебрашки, сохраняем все это дело. Будем делать тело. И так, на момент создания головы остается ну, где-то чуть меньше полторашки. сейчас добавим еще, чтобы понять, что да как, как врачи лечили больных и, или вводили, как это называется, в себя яд и говорили, что происходит на момент той или иной минуты. Вот с головой, честно, немного вот притупляется чувство вот этой глубины и объема. Это только, ну, считай, больше полторашки выпито. Так, еще, закусываем чипсами, приступаем к телу. Так, вот у нас есть грюм, скриншот. Так, здесь у нас вроде все нормально. Ручку ставим. Сейчас для понимания, что происходит с его телом, как выглядит его тело. Так, цвет поставим красный. Вот так у него выглядит тело. Где-то вот так, да? Таким вот образом. Нам теперь нужно сделать первую вот такую болванку и от этой болванки мы потом как их называют цилиндры вставим. Получается вот такая штукенца. Так, запоминаем. Погнали. Так, где тут сбросить? Вот этой сбросим. Теперь глаз отключает курсор. Ну, как он, оказывается, работает. Так, теперь забрать вот такая заготовка головы. Так, как тут теперь shift левая кнопка мыши. Во, все. И alt левая кнопка мыши. Понятно. Тут вот в чем еще фишка? Когда вы скульпт с альфа-6, допустим, лепите, нужно включить фур. Вы видите, насколько большая голова. Если сейчас мы вставим тело, персонаж будет еще больше. Так что мы ее просто уменьшаем. Пусть модель будет поменьше. Так, теперь что делаем? Заходим в sub-tools и append добавляем. Чего бы добавить такого? давайте добавим куб. Переключимся на куб. Теперь с помощью MOF и Gizmo все это дело спруснем и уменьшим. подставим ниже грю головы, расширим побольше и немножко вытянем. Так, переворачиваем вот в такое положение, немножко опускаем и можно, чтобы так, можно в принципе что делать? вытянуть его вот так. Поднять допустим голова будет по телу, там где шея добавим мышцев и давайте закинем наверное картинку какую-нибудь. Так, находим текстуры, находим импорт и подгружаем картинку. Почему я выбрал именно эту? Потому что фаз в рост ровно его я почему-то сейчас не нашел. Ну и вот так мы его уменьшим прозрачность. Нам единственное нужно так уменьшить персонаж, поймать хотя бы его голову, отключить теперь Z английская видимость глаза и сделаем вот так вот. Мы сейчас на кубе нужно чтобы можно было резать куб, сделаем дайномеш кубу. Так, что тут он показывает? Shift Z Dynamesh Теперь куб мы поднимаем выше и первым делом сделаем что? Выберем кисточку так, не кисточку Ctrl Shift выбираем вот этот клип циркл. Так, вот вы видите, что происходит когда вы Ctrl Z начинаете лепить выпитым. Так, это значит мы округляем, это будет типа плечи. Теперь Shift Z и попробуем так, вот эту часть подлоем, так, X английская включим, Shift Ctrl Shift выбираем теперь Trim Rect и где-то вот так отсобачим, приблизительно опять вот так, где-то вот так, и низ отметим где-то в таком духе, теперь Shift Z включаем картинку и возьмем теперь сделаем Modified Apology Mirror and Well, в принципе да, заготовка готова, отводим ее подальше, немножко, не, вот так он и будет у нас, здесь у нас теперь разные полигруппы, делаем Ctrl W и делаем Dynomesh сразу, ну, можно Ctrl левая кнопка мыши провести по экрану, заготовка, без разницы пока какая, теперь заходим в Subtool и находим Append и добавляем цилиндр, выбираем цилиндр, выбираем Gizmo, делаем Skyl, так, Skyl и уменьшаем, подгоняем, подводим, расширяем, уменьшаем, так, вот таким вот образом, пусть потонше будет, но лучше массу поднакидаем и как-то под конусом вот так поставим, так, это дело есть, ну, давайте попробуем Shift Z глаз включаем, теперь смотрим, что с ногами, так, понятно, да, вот эти ноги нужно дорабатывать, так, это делаем мы вот такое, опять же, Dynamo сделаем цилиндру, Ctrl D добавляем дивайдов и попробуем все это дело, наверное, сначала Moft Apology немножко тут под корректировать вот так вот отведем ее подальше так Divide Del Lower N нажимаем на Cube и, наверное, Cube все-таки немножко еще уменьшим вот так вот добавим наверное теперь что можно сделать так давайте ноги N выберем ноги и зайдем в деформацию Inflat чуть-чуть их поднадуем так здесь чуть-чуть их Shift выгладим вот так пока теперь все это дело срастим тело сращиваем с ногами это Merge Merge Down ОК Делаем одну полигруппу ну в смысле Dynamesh Ctrl W делаем одну полигруппу делаем Ctrl D добавляем Divide и вот это дело все наверное сгладим вот так чтобы наметилась задница бока и вот эти плечи вот так как-то все это выгладим ну а теперь начнем кисточкой Clay Build Up интенсивность как всегда на двоечку вот это все долепливать так X отключаем и вот так все это дело докидываем Shift чуть-чуть выглаживаем опять же докидываем намечаем колено Ctrl Z Ctrl Z начинается ломка Brush не Brush Alpha не Alpha Brush Auto Masking и на кисточку ставим Backface Mask переключаемся пока на Move Topology придаем внешний вид ноге с изгибом вот так вот ну все-таки нога и попробуем сделать геометри DeLore Divide Modified Apology Mirror and Valve вот что-то в таком духе получается ну заготовка какая-никакая есть время наверное много ушло теперь давайте придадим Грю именно внешний вид Alt левая кнопка мыши ставим иксимметрию и через Alt вот так все это дело будем потихоньку дорабатывать так здесь у него все-таки шея должна быть так что здесь мы по анатомии немножко подбираем это плечи слишком большие здесь мы тоже подбираем вот так как бы здесь делаем ключицу вот таким вот образом теперь наверное все-таки переключимся на Moff Topology и сделаем вот такую штуку так это значит мы вытягиваем здесь будет у него типа крылья плечи мы немножко уведем вот так вот наметим ему задницу уберем талию здесь немножко сделаем утонжение и вытянем живот вот так вот так теперь у нас же нога тоже должна вот с этой частью как-то вот гармонировать вот так наверное как-то ну ну а теперь клей билдоп и все это дело давайте доработаем накидаем задницу здесь мышцу немножко проработаем здесь сделаем мягкий какой-нибудь переход вот тут так теперь кисточку побольше нужно как бы придать внешний вид живота здесь побольше его накидать шифтом выглаживаем делаем какое-то смягчение убираем вот эти все косяки именно пустоты через alt прорабатываем вот эту часть делаем ее более мягкой и вот эту часть задницы и бочину вот эту тоже немножко смягчим ну в принципе что-то этакое получается да не совсем еще косяк здесь делаем у него как бы крылья которые мы можем потом вот так вот сгладить здесь тоже немножко сгладить помягче сделать и живот сглаживаем плечи тоже сглаживаем так смотрим мофт топологи побольше дров сайз и вот эту часть вот таким вот образом здесь как бы у него таз еще идет вот эту часть к животу где ребра все равно намечаем вот 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 так ну давайте наметим сразу груди вот эту часть вот так вот под накидаем все равно каким бы ни был персонаж ну какая-то даже простейшая анатомия должна в нем присутствовать правильно так накидаем теперь вот эти плечи здесь сейчас подключим руки и еще что нужно сделать это вот вот эту часть поднять ему до головы вот так вот так немножко все в том тут пройдем чтобы все было опять же мягко вот так вот и наметим теперь через альт вот эти вот части здесь вот наметим сейчас ключицу будем от нее плясать вот а вот в этой части через альт сделаем пустоты так вот короче грю будет возможно не такой как он должен быть но все равно так вот здесь у него выходит плечо и вот эта часть здесь впадина вот это впадина и через shift это все делаем и добавляем ключицу и добавляем мышцу груди вот так вот так что еще нужно добавить через альт наметить сразу подмышку потому что она все равно где-то должна присутствовать вот вот здесь она уже будет и через альт богатырю добавим вот эту часть тоже сглаживания вот эту здесь у него должны присутствовать ребра и вот это как бы часть вот вот так это все сглаживаем все ну и вот такая наметка попробуем мофт топологи и наверное вот это все дело еще как бы кверху приподнять как бы вот уменьшить так здесь у него как бы так живот вот отсюда идет вот так здесь еще ноги обязательно потолще так ноги выходят в задницу и вот эта часть еще немножко поменьше так вот так чтобы еще рубаха ровно на нем была вот такая штука здесь тоже вот так как-то вот так вот коленей ноги чуть-чуть вбок ну и попробуем наверное я думаю наверное потом надо будет обувь сюда просто приманячить так ctrl и маскируем ctrl z и попробуем просто вот эту часть вытянуть вот так теперь снимаем маску делаем так не делаем дайна меш добавляем дубликат и пусть резервный повисит вдруг косяка какого упорится так вот вот это все выглаживаем вот так ноги потоньше вот эту часть вот так наверное наверное как-то так теперь немножко это все дело выводим вперед немножко назад немножко назад и как бы вот приплюснем так отсюда наверное лучше будет их корректировать они ноги по-моему у него должны быть как бы острые по-моему так как-то ну в принципе заготовка готова чуть-чуть все это книзу вот так и control shift все это дело отрезаем все это опять же пока болванка так пизка прибавим так полторашка заканчивается это конечно не ахти че но вот трудновато уже делать так опять же append опять же цилиндр переключаемся на цилиндр или N клавиша теперь sky gizmo gizmo перекручиваем пока в T позу еще немножко sky подгоняем по руке так control z уже цепляю не то так еще немножко sky переведем сначала все это дело в T позу пардон в A позу а потом будем уже возможно переводить в T позу для чего ну чтобы он более был как сказать это сохранение прошло можно не волноваться ну такая штукенция так рука есть сетка вот такая еще для чего чтобы мы могли ее выгладить вот так вот вот таким вот образом немножко так но в топологи вытягиваем и вот в такой вот позиции руку оставляем так теперь что я сделаю это сделаю дубликат вот этой руки и делаем ло от браш я просто подгружу готовые кисти так рабочий стол чтобы знать где они находятся так 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 все для зебраж и вот так и подгрузим вот эту стандартную кисточку пардон не стандартную а просто рукав удачно вот это вот так вот вот таким вот образом включаем кисть стандарт включаем моф так это вот так и вот так уменьшаем подгоняем именно вот где она должна быть она должна быть смотрим где вот по бедру где-то по бедру ну так наверное так ну да и немножко вперед вот таким вот образом в принципе рука нормальная нужно ей вот эту часть только подкорректировать это уже моф топологи кисть дров сайз побольше не поменьше так и вот как бы вот таким вот образом подгоняем к руке вот так чуть-чуть здесь надуем эту часть чуть-чуть видим вот рука находится на месте теперь мы ее отделим ров сплит окей окей получилось это кисть а вот это рука вот эту руку мы удаляем delete окей и вот такая штукенса у нас остается дэм да так теперь мы делаем вот этой руке дай нам мышь ctrl d делаем добавляем дивайдов и будем сейчас с ней работать включаем clay buildup и вот таким вот образом начинаем все это дело прорабатывать в принципе можно сейчас дало и вот это тело объединить merge down сразу с рукой чтобы все это переходы нормально делались так теперь делаем всему этому дай нам иш побольше резолюцию поставим дай нам иш так вот эту тогда отключим и переведем ее вниз самый чтобы она не мешала вот эту теперь будем дорабатывать ctrl d чтобы лучше все делалось кисточку побольше и погнали моделировать вот это плечо так здесь у него переход здесь у него на шею так здесь вот здесь мышца идет так 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 вот так вот и делаем геометри модифита позже mirror and well ну такая такое тело угрю так но рука не может быть ровной давайте мы ее вот так вот замаскируем control размоем маску сделаем control и отключим так включим гизму ротация отключим вот этот вот значок гизму 3d и вытянем ползунок и немножко руку так вот вперед выведем теперь n английская включим кисть у нас отключился subtool так вот этот и с помощью вот гизма ротации тоже можно это так control z ротация так это все перенести вот сюда ротация подгадываем и опять же мофт подгоняем вот сюда и делаем геометрии мира ntwell так что-то в таком духе что теперь нужно сделать так это вставить глаза делаем append добавляем сферу уменьшаем ее с помощью гизма вытягиваем вперед еще немножко уменьшаем подгоняем в глаз еще уменьшаем и вытягиваем вот сюда во ну я думаю так вот так побольше сделаем у него большой глаз или нет надо будет подгадывать так чтоб потом этот глаз нам мозг не парил давайте сделаем сразу дай нам мышь так дай нам мышь делаем ctrl d ctrl d ну еще раз ctrl d 5000 полигонов хватит делаем the lower модифит апподжи мир антвел так забывали снимать пешка заработался саптулы делаем теперь дубликат давайте ctrl shift все это дело обрежем так теперь глазам делаем еще один дубликат и обрежем вот так вот резко где черная полоса то обрезается так вот у нас теперь есть что у нас тут есть вообще веки верхняя нижняя ну и глаза выбираем верхние веки и давайте их под надуем именно деформация инфлат вот так вот ctrl z ну вот получились вот такие веки выбираем теперь нижние веки n английская вот эти инфлат тоже под надуем вот так вот в геометре сделаем дайномеш резолюцию чуть-чуть побольше чтобы это все низко полигонально сильно не было маленькая и поэтому нужно делать резолюцию чуть-чуть побольше чтобы это все дело нормально работало ну вот уже белор где тут глаза теперь вот они глаза веки таким образом включаем теперь мофт топологи и чуть-чуть их вот так так ctrl z x симметрия и сразу два века корректируем вот так вот нормально чуть-чуть вот таким образом еще нужно вот этот верхний поднять части и чуть-чуть прорезать так нижние веки это опускаем еще ниже все-таки угрю должны быть нормальные глаза вот так вот по низу вот вот эту часть можно чуть-чуть повыше вот эту вот ну это вот так итак глаза есть тело набросали теперь корректировка именно длины ног так N панель выбираем грю так N вот этого и через shift выглаживаем ноги так он на он ieß он на и он там он по и он не он а и он Так, ну вот такой получается персонаж пока Так, что у нас тут с руками Выглаживаем Так, по-моему нужно вот эту вот Часть, вот эту дальнюю Так, побольше кисточку Вот так И вот эту часть Побольше поднять, во Вот теперь что-то вроде Похоже Так, сейчас Перерывчик И попрем по новой еще чуть-чуть поддать Джазу Полтораха допивается Итак Ускоряем процесс С полторашки вышел Вот допиваю сразу полтораху И с полторашки вроде еще Работать можно Что-то можно делать Сейчас переходим на вторую полтораху И посмотрим как процесс будет идти дальше Так Залпом Ага Еще Семочек Ох Хорошо Радостно Еще почти Нету Так Ух ты Мать моя Ух ты И так И так Пока у нас вот такой вот грюм Руки пока без разницы Как Потом подкорректируем Так Что еще у него тут должно быть Шифт З З Включаем глаз Уменьшаем прозрачность Дорядить твое Так И увеличиваем Вот Таким вот объемом Где-то пока вот так Еще нужно будет бошку чуть-чуть вниз Вытянуть Вот этот нижний подбородок Так Плечи Здесь он в позе Поэтому плечо нормально стоит З И вроде как оказывается Что ноги у него еще прям длинные Давайте Контрол Замаскируем ноги Нажмем Контрол И И поднимем ноги Как по мне Они должны длиннее быть Ну ладно Все Шифт З Отключаем Снимаем маску И пока Ставим все Вот в таком положении Так Контрол З Контрол Контрол Шифт З И ноги Немножко подкрутим Вот сюда Уведем Чтобы ровные были И Немножко Разведем О Ну вроде нормально Так Вроде все нормально Сбоку А вот сбоку По моему Ненормально Вот эти вот ноги Надо Контрол Не доходя до Задней части Контрол Размыть маску Контрол И И давайте Немножко их О Ух ты Мои Дофига Вот так Вот где-то И снимем Маску Все это Потом Сгладится Пока Это все-таки Еще наметка Так А вот Что у него С обувью Я не знаю Как у него Там Так Это вот Обрежем Что-то В таком Духе И Наверное Сделаем Дайна Мэш Но Резолюцию Повысим Еще Побольше Дайна Мэш Уменьшим Драв Сайз И Моп Тополоджи Вот это Моп Тополоджи Немножко Разведем Ну Где-то Вот так Наверное Вот таким Образом И Шифтом Чуть-чуть Сгладим Смотрим Что Получилось Уберем Щиколотки Где-то Добавим Где-то Сделаем Потоньше Где-то Выведем Вперед Вот так Как-то Здесь Шифтом Немножко Сгладим Еще Немножко Шифтом Здесь Вообще По-тонше Еще Как-то Сделаем Ну Вот Нормально Так Здесь Тоже Шифтом Поработаем Угу Так Ну В принципе Тело То Нормальное Единственное Что Н Выбираем Голову И Получается Что Вот Эта Часть Х Симметрия Да Вот Эта Часть Должна Еще Ниже Быть Вот Это Вот Так Как-то Так Ну Голова Слишком Так А если Мы Н И Наберем Тело Немножко Немножко тело на тело переключимся так что тут у нас сделаем помягче и живот наверное нужно еще вот здесь под накидать вот эту часть вот таким вот образом ну в принципе все что тут еще можно сказать что в принципе так вот эту часть еще нужно но в топологи кисточку чуть-чуть побольше и вот так вот так control z вот уже начинается немножко сбиваться движение задницу чуть-чуть побольше так эти бедра побольше ноги подровняем еще тут можно придумать вот эти части немножко отведем трицепс так вот этот трицепс тут плечо грудь вот эту часть немножко надо задрать смотрим сверху в принципе нормально поработаем немножко давайте с головой n включим голову ну смысле не свою а его так теперь это вот сюда и вот эту часть вот так вот выкинем вот вот теперь он чтобы щеки щеки то они впереди должны быть да правильно вот как-то так и губу тоже вперед веки вот эти брови немножко растянем и так вот вот так а вот здесь вот не уши а вот эту часть именно височную височную части где скула приберем так подбородок округлим здесь немножко как бы подберем вот эту часть вот как-то так наверное так эту часть немножко удавим и нижнюю часть чуть-чуть подкорректируем так эту часть немножко шифтом и вот вот такого не должно быть именно на модели вот такого давайте все это тело тоже подправим значит ключицу и поднимаем и тогда придется нам поднимать и грудь вот эту часть так как ключицу будем вдавливать вот таким вот образом и чуть-чуть к верху поднимать ну все вроде как я вот этой частью принципе должен быть доволен так тут немножко тоже поднатянем ребра немножко вытянем рахит какой-то ну ладно так наливаем погнали вторая полтораха пошла первая полтораха вот таким вот образом мята дабы поместилось пакет и не занимало много места так теперь нам понадобятся штаны давайте набросаем штаны вот таким вот образом где-то вот так вот и сделаем сделаем мы экстракт дублированный почему чтобы потом дырок не было при дайномыше так что у нас тут большая толщина не нужна он должен быть легкий вот так где-то да чуть-чуть прибавим устраивает аппенд окно теперь нам нужно вот этот весь китель для н так снимаем сначала чтобы выделение не было н и теперь нужен пинжак так пинжак мужичок по что вы животину-то тираните змея запускаем и делаем экстракт эй оу вот что произошло ну ладно ацепт так китель есть штаны есть вот с обувью надо еще разобраться как у него вообще с обувью так вот это будет пинжак значит мы его полностью выглаживаем и сделаем с него какую штуку геометрии пардонте нет деформация polish не помогает делаем ZRMS так так Вот такая сетка у нас. И теперь мы все это дело просто тупо выглаживаем. Почему-то лучше это будет пынжак. Вот это будет пынжак его, без жадницы. Вот так вот. Пынжак потом подправим. Так. Сделаем немножко ему S. Выбираем теперь тело. И получается, что у нас пынжак ушел в тело. Да? Если сейчас мы пынжак поднадуем. Деформация Inflat. Грю у нас становится какой-то вообще. Как я его тут ведь копать. Ну ладно. Тело потом мы можем ликвидировать просто. Но я хотел бы, чтобы в анимации присутствовала именно и вот эта штука и штаны и так далее. Он теряет воздушность. Да? Так. И теперь возьмем наверное N английского. И тело Inflat и нам немножко сдуем. Во. Ну вот теперь нормально. И так выбираем теперь этот джакет. Да. Вот он. Делаем ему дубликат. Ставим вот в такое положение. И поработаем Control. Вы видите, что Control рисует плохо. Надо сделать теперь обратно ему Dynamesh. Делаем Dynamesh. Резолюцию побольше. Угу. Переключаемся в Shift. Отключаем, видимо, всех вот этих деталей. И вы видите, что наш джакет порвало. Это шиздец. Это шиздец. Это шиздец. Значит, что делаем? Сначала. Геометрия. Деформация после Zrmesh. Толщина-то маленькая. Делаем Inflat. Ну, придется делать Inflat. Теперь заходим в геометрии. Делаем Dynamesh. И вот вы видите, что его уже не рвет. Тут надо его просто выгладить. Control D. Добавить дивайдов. И нарисовать вот этот воротник. Так. Control Alt. Подчищаем. Постараемся так. Поровнее как-то его тут. Вот так, наверное. Здесь вот так. И вот так вот. Control Z. И надо его как-то аккуратно нарисовать. Так. Control Alt. Так. Вот как-то так, наверное. Или не так. Shift Z. Ага. Так. Значит, здесь еще побольше. Выбираем. Control Alt. Вот так рисуем. Shift Z. Так. Делор. И делаем теперь. Subdivision. Делаем. Экстрат. Уаймама. Так. Ctrl Z. И сделаем теперь. Ctrl Alt. Вот так. Побольше разрез. И потом будем все это дело подтягивать. Extract. Вот так вот. Жмем Accept. Переключаемся на вот эту штуку. и что мы имеем. Снимаем маску. Делаем в геометре. Делаем Dynamesh. Ctrl Z. Dynamesh. Прибавляем. И получается опять вот такая хрень. Оставляем верхнюю часть вот эту. Остальное. Остальное тогда. Modified Apology. Делал hidden. Заходим в деформацию. И Inflat. Надуваем. Делаем геометрии Dynamesh. И получается опять же хрень. Хрень получается. Почему? Потому что давайте сделаем по другому. Вот это все Delete. Ок. Здесь маску снимем. Перейдем на тело. И нарисуем все на теле. Так. Ctrl. Так. Что-то похоже. теперь через Ctrl. Ух ёпки. Разогнался. Вот это уже вторая полтораха. Так. Это все дело маскируем. Alt. Ctrl. Чуть-чуть подрихтуем все это дело. Ну и обязательно сзади. Вот так вот. Делаем экстракт. Вытираем вот здесь вот. Ctrl. Alt. Ненужные детали. Ну в принципе пойдет. Так. Вот. Одна толщина. По Dynamesh. Теперь немножко этому всему делаем деформацию Inflat. Вот так вот. В принципе нормально. Попробуем сделать Polish. В принципе тоже неплохо. И включаем теперь видимость всех саптулов. Так. И вот этот саптул у нас не виден. Надо его приподнять. Так. Во. Теперь мофта поджи или моф эластик. И будем все это дело компоновать. Подгонять. Вытаскивать. Выглаживать. Вот. Вот так вот. Вот. Вот так вот. И вот эту часть чуть-чуть наверх как бы кидаем. А вот эту, чтобы ее было видно, что она полукруглая. Так. И теперь нежно. Так. Ctrl Z. Нужно все это дело дооформить. Вот так вот. Это вот сюда. Это округляем. Поднимаем воротник. Делаем его полукруглым и острее. Но это все-таки вот здесь должна такая штука быть. И вот эту часть. Вот. Как бы так наверно. Да. Или вот так вот. Во. И уложим ее на меш. Немного вздуваем, чтобы это все было прикольней. Ну вот воротник уже какой-никакой есть. Дальше, что у нас получается, что нам нужно сделать карманы и замок. Ну, карманы, дело простое. Так. 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 Вот этот китель один. Делит. С этим кителем что у нас происходит? Так. Дырок. В геометре и дайномеш. Дырок. Да мать моя. Блин, если сейчас его надуть, это будет жопа. Так. Значит, делаем больше дайномеш. Смотрим, что получилось. Вы видите, что начинает его рвать. Ну, мы это дело сейчас подправим. Деформация. Инфлат. Это много. Ctrl Z. Немного инфлата, чтобы полигоны видели, с чем сращиваться. Так. Многовато. Ну, еще раз инфлат, наверное. И уменьшим дайномеш. Так. Вот теперь все это дело выглаживаем. И у нас должен получиться нормальный китель. Во. Теперь делаем мофт Apology и вот эту часть вытягиваем. Так. Что-то такое получается. Ну, в принципе, и все. Что тут еще? Ох, мать моя. А что у него с ногами? N. Ох, мать моя. Вот теперь нормально. И потонше их делаем, чтобы типа штаны было видно. И мофт Apology. Вот это все оттягиваем. О. 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 опустим, так N воротник и вот этот воротник нужно тоже немножко подкорректировать, вот так как-то, и вот эту часть чуть-чуть пониже и эту тоже, ну где-то так, а вон та дальняя часть наверно побольше должна быть, вот таким вот образом, N включаем тело и тело надо немножко тоже поприбрать, так, N панель с обтулой, деформация и попробуем Inflat, поменьше, во, все нормально, все, вот это зашибись, теперь нужно найти замок и поставить здесь замок, это нужна кисточка или делать самому, сам я не хочу делать, давайте поищем кисточку. Так, в 2019-м должно быть это дело уже здесь готовое. Вот она, итак, это бегунок, а вот он замок. Делаем дубликат шмотки, делаем дубликат, уменьшаем кисточку, эксимметрию убираем и проводим вот таким вот образом. Так, замок есть, но он слишком большой. Так, Dance еще немножко уменьшим, на единичку много, на двойку мало. Пять. Ну, пять, в принципе, нормально. Чуть-чуть подкорректируем, чтобы он ровно шел вот так, во. И теперь нам нужен просто бегунок. Так, снимаем выделение. Замок вроде как есть. И теперь попробуем. Так, Ctrl Z. Сделаем какую штуку? Добавим Append и добавим сферу. Так, это уменьшим. И на сфере нарисуем вот такую штуку. Теперь вот эту часть замаскируем. И сделаем Ctrl W. и Dell Hidden Geometry. Modified Apology. Dell Hidden. Смотрим, что здесь по полигруппам. Так, стандартная кисть. Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl Z. И теперь попробуем разбить все это дело на Split. Так, короче, пивка ебаймуч. Так, сортов. Знаешь, правда? Так. Тодиrog Two. Открываем замок, рисуем. И делаем его поменьше, вот так вот. Снимаем выделение, делаем Ctrl-W в сфере, убираем сферу именно с помощью геометрия DellHidden, замок DellHidden и DellHidden. Остается у нас замок, вот такой. Мы делаем ему сначала S. Перекручиваем. Подравниваем. И подгоняем к персонажу. Так, где-то что-то вот так вот. Опускаем, перекручиваем, перекручиваем, подгоняем, устанавливаем, уменьшаем. Так, и опускаем чуть-чуть пониже. Вот так, и перекручиваем. Смотрим, где у нас теперь замок. Делаем опять же Append, добавляем сферу и рисуем теперь замок. Так, сфера-то нам не нужна. Delete, OK. Вот этот M-Ticker. Сделаем вот так. подгоняем, X в симметрии отключаем и рисуем. Блин, как все криво. Я его маму, Ctrl-Z, сейчас сосредоточимся и уменьшим замок. Во, вот теперь нормально. Кривовато, конечно, но это в принципе можно подправлять вот таким вот образом, раз, там, где-то, куда-то его подставлять, вот так, где-то вниз вот так подтянуть. Здесь по пупку он вроде нормально лег, но кривовато именно вот по этому центру и вот по этому. Так, ну, в принципе, пойдет. M, N, 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 N. вот так есть такое дело вот так и немножко подкрутить замок есть намечаем карманы так еще пивка и наверно я устрою перекур пока пардон те итак выпиваем сейчас результат так вторая бутылка половина если выпьем вот этот стакан сейчас зал попадите кайф ну и чипсами закусим итак вот полторашка ушла и пол бутылки осталось второй бутылки сейчас мы ее допьем все равно и сделаем карманы вот эти я думаю как их сделать можно в блендер ретопом давайте пролепим сейчас прожил их симметрия N выбираем птикель и нам надо вот этот птикель отделить от замка так кстати я уже это дело прямо подзабыл так делаем ctrl w и разделяем все это дело так пойдите ctrl z у нас есть замок посмотрим его полигруппы посмотрим его полигруппы ctrl shift так это одна полигруппа прикольно тогда мы выбираем ctrl shift и делаем модифика птикель просто не удаляя птикель так что еще посмотрим N выбираем птикель и рисуем карманы побольше делаем graph size и вот здесь вот рисуем просто карманы вот таким вот образом немножко снизу шестом проходим и немножко сверху по верху не идем ну в принципе нормально так вот воротник ничем не нравится при топологии конечно в блендер было бы чуть получше его было бы сделать конечно подправить тут полигончики ну давайте берем наш вот этот как его назвать воротник и немножко опять же мофта положим подкорректируем сделаем вот эту часть поострее вот эту часть нужно сделать острее и вот эту часть тоже под углом угол этот выносим подкорректируем подкорректируем вот эту часть а вот с этой частью она вот вы видите что портит весь вид мы ее сейчас приподнимем так вот эту часть немножко выгладим вот так вот даже не немножко а побольше чтобы все это было гладко и попробуем немножко все это дело заострить и опять же шифтом все это дело выгладить подгадываем вот этот разрез он должен быть тоже у нас мягкий вот так вот ну в принципе в принципе смотрим что тут получилось чтобы не было зазоров потому что когда мы потом будем все это дело или анимировать или еще что-то делать это будет вызывать какие-то косяки вот воротник поднимаем а вот этот воротник от шеи опускаем чтобы было видно шею вот так как-то и шифтом все это дело выглаживаем так ну а теперь сделаем вот эту часть именно острой опять же мофта поладжи немножко все это дело так вот выглаживаем так и немножко присаживаем так вот эту часть немножко отводим выбираем замок и замок немножко увы в бок теперь n выбираем бегунок и бегунок тоже подравниваем так ctrl z ctrl z x симметрия отключаем вот такие после выпивки начинаются сбои где-то забывается что симметрия включена ну мелочи конечно возможно но кому мелочи а результат может испортиться так все это нормально теперь давайте поработаем с кителем n выбираем китель выбираем ctrl левая кнопка мыши маскируем вот эти части делаем ctrl i и сделаем их так x симметрию отключаем и делаем s с как в этом как в блендер да не в the brush s нету мы просто еще раз уменьшаем и еще раз подгоняем немножко еще подгоняем и еще раз уменьшаем так вот теперь подгоняем вот сюда ну и в принципе снимаем маску делаем теперь вы видите что одна рука у нас ушла геометрии и делаем мира and well и теперь нужно все это дело тоже пролепить сейчас вся модель вся модель у нас девятьсот пятьдесят тысяч полигонов мы это все дело потом опять же подправим для блендер уменьшим так и добавим здесь вот эти вот части так как то вот складки какие то можно добавить здесь вот складочку так вот но чтобы при анимации когда мы вставим кости все это дело потом не ломалось именно безобразно вот так как то все это дело выглаживаем ну еле чтобы заметно что ли было так это тоже вот так так теперь н поработаем со штанами выбираем опять же вот эту кисточку clay build up кисть побольше на двоечке она стоит и вот здесь под набросаем так это все дело еще раз выгладим так это выглаживаем добавляем именно на типа мышцы что ли блин вот так вот смотрим чтобы нога более была похожа на мышцы в моем случае это не факт что она получится как нормально так сейчас чтобы сказать что когда выпиваешь полторашку пива а потом половина второй чтобы что-то менялось нет так вот нормальный человек не поймет да да все нормально но когда вы начинаете что-то именно делать то понимаете что координация координация уже в принципе не совсем так так здесь у нас тоже добавление не забываем кстати что у нас кисточка работает автомаскинг так здесь мы тоже все гладко делаем так и вот эту нижнюю часть нижнюю часть здесь добавляем так здесь все прорабатываем ну в принципе ну а чем не грю да вот в принципе грю можно почему ноги так я поставил да их в принципе нужно еще ближе к этому друг другу установить но если мы поставим еще ближе то потом когда мы будем вставлять кости и делать или закидывать в миг сама вот этого персонажа то получится ну что срастись могут вот эти части так ну поправим теперь кисти n выберем кисти и сделаем наверное им еще s фу блин все как в блендер долго сижу в блендер давно не заходил в the brush и вот это все дело подкорректируем вот так вот так вот таким вот образом еще немножко уменьшим вот и сделаем мира and well теперь n выберем персонажа и саптулы вот так все это дело сделаем так теперь вот эту часть control не не control control shift вот так alt поворот и отрезаем вот эту часть руки делаем геометри мира and well и включаем видимость всех саптулов так теперь нам нужно вот эти руки так n выбираем не руки наверное выбираем китель и немножко его пролепим ну лепить уже будем кисточкой стандарт вот вот этой так вот так вот и немножко шифтом выгладим вы видите что она топорщица почему потому что у нас автомаскинг на эту кисточку не установлен значит клей билдоп будем даже дальше дорабатывать только по краю и маленькой кисточкой ну пером или как она называется уже так вот этой частью вот мы ее все прорабатываем типа рубашка там еще кто-то вот так вот попробуем через альт немножко карманного здесь как бы углубить так шифтом немножко выгладим вот так вот и немножко да оформил здесь вот сделаем вот такие вот наброски которые мы теперь выгладим и как будто это карман так вот здесь вот побольше так во так ну в принципе все нужно сделать через рачки так допиваем пиво и потом в принципе вот набросок есть нам нужно его теперь как это сказать докорректировать во так 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 угу и в в так вот с этими делами теперь с курткой давайте разберемся клоус клоус Проджект. И получается вот такой косяк периодически происходит с этими шмотками, с экстрактом. Но это все можно исправить, если сейчас даже мы закинем вот эту модель в блендер. Мы ее закидываем. Да, у нас две дырки. Мы их в Edit Mode закрываем. Потом делаем немножко толщину, подправляем именно модификатором. И потом все это дело, ну, в словом, классно все будет. Так, вот такая штука. Но тут еще должен быть воротник. Воротник каким образом можно сделать? Ну, лучше, конечно, его делать в блендер. Но можно сделать и здесь, выбрав вот эту вот кисточку. Так. Выбираем теперь N. Выбираем воротник. Делаем его с оптуой. Делаем его в дубликат. И получается, что X-симметрию отключаем. И ведем. Значит, вот отсюда мы так. Вот отсюда мы ведем. Вот сюда. Потом мы находим красную полоску. Ведем вот сюда. И потом находим, опять же, красную полоску. Ведем вот так вот как-то. Вот. Так. Ctrl Z. Второй вариант прохода не задался. Вот сюда ведем. Раз. Во. И получается у нас вот такой воротник. Мы его немножко корректируем. Так. Ctrl Z. Как-то так. Ctrl Z. Так. Ctrl Z. Ctrl Z. Снимаем именно курву. Выбираем мофт Apology. И попробуем вот так все это дело подкорректировать. Так. 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 Эту часть опускаем. Эту прячем. А эта часть не берется. Делаем. Ctrl Z. Ctrl Z. Ну вот так вот. Раз. Снимаем. Курву. Если курва не снимается, заходим в строк. Находим курс. Так. Курс. Курс функцию. И delete. Вот так вот. И теперь надо это все делая. Вот так вот установить. Здесь не цепляется уже. Ну не беда. Заходим теперь опять в деформацию. И делаем инфлат. Вот любимый мой вариант. Теперь можно, наверное, будет ее передвигать. А ну-ка. Давай-ка гулять выходи. Так. Это значит вот так. Вот так. Что у нас тут с полигонами. Ctrl Z. Ctrl Z. Опять же инфлат. Надуваем. Ctrl Z. И сделаем давайте дайномеш. Геометрии дайномеш. Так. Побольше. Полигонаж ставим. Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl Z. И сделаем. сплит. Сплит. Групп сплит. Окей. Находим. Удаляем именно один воротник. И находим вот этот шарф. Так. Вот этот шарф объединяем. Или... А, нет. Это мы удаляем. Delete OK. И шарфу теперь делаем дайномеш. Угу. Так. Сетку отключаем. Отключаем. И вот так все выглаживаем. Немножко подгоняем. Корректируем. Вот здесь вот изгиб пошел. Его нужно пролепить будет. Так вот где-то. Этот чуть-чуть опускаем. Этот чуть-чуть тоже заводим под душу. И в принципе... Вот такая штука получается. Здесь вот тоже чуть-чуть побольше. Здесь чуть-чуть вот так. Эту чуть-чуть под шею заводим. Заводим вот таким вот образом. И пролепим немножко. Кисточку поменьше. Так. Пивка надо выпить. Угу. Угу. Так. Уже полторы. Сейчас еще стаканы. Будет нормально. Так. Эту часть мы пролепливаем тоже. Здесь теперь мофт Apology немножко это все дело красиво корректируем. Вот так вот. Вот таким вот образом. Ну опять же, чтобы было видно, что этот воротник уходит в душу. Вот так мы его заворачиваем. Вот так вот. И пролепливаем опять же хвейбилдом через Alt. Делаем кант. Делаем наметку. И чтобы это все дело напоминало шарф. Так. Вот таким вот образом. Раз. Проводим под шеей изгиб. Придаем нормальную форму. И шифтом все это дело по верхнему краю выравниваем. Так. Здесь мы тоже выглаживаем. Сзади он должен быть гладкий. Так. Что у нас тут? Вот тут тоже. И вот здесь вот тоже наметка. Так. В принципе, вот все нормально. осталось сделать ретопологию возможную. Наложить цвет, текстуру вот на этого персонажа. Работать сетку. И будет вообще классно. И вот это вот все можно делать, когда вы выпиваете именно две полторашки пива. В принципе, ну опять же люди разные. Кого-то куда-то потянет, кому-то захочется музыки послушать, не захочется лепить. Ну в принципе лепится нормально. Вот эта вот часть тоже попышнее. Это сюда. Эту часть сюда. И здесь нужно какой-то сделать переход. Ну в принципе нормально. Вот это чуть-чуть наверное к центру как-то. реклама на рекламе и рекламой погоняет. Во! Это вот такая черновуха получилась. Теперь нужно все это дело дорабатывать. ну и в принципе бухать дальше. Все, всем пока, до свидания. в следующем году. Спасибо. 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 Спасибо.